Мы в России знаем, что такое раскол. Страна в буквальном смысле слова все меньше пригодна для жизни не только по социально-экономическим показателям. Градус нервозности, градус этой психопатии нарастает. Сегодня мы против этого, завтра мы против того. Благо, поводов для недовольства найти можно в избытке. Ну, как это называется у нас по-русски, дурака включать? Это как раз наша позиция, которую давно пора проповедовать. Не могу сказать, что это приятно, но таков наш принцип. Разубедить человека в этом невозможно. Басней впрямь пахнет керосином, но можно ли изменить ее сюжет? Если ты не можешь что-то предотвратить, возглавь. Нагло, методично, системно. Это уже выходит за границы понимания. Сто процентная ложь. Все оказалось очень просто, а что тут уже скрывать-то? И света впереди туннеля все еще не просматривается. Какая счастливая и спокойная жизнь проходит мимо нас. Чем ближе дело идет к сливу чудесных недореспублик, тем пафоснее творчество местных городских сумасшедших. Включаешь телевизор, а там смешные кизяки медалями трясут. У нас в городе принимают таких фестивалей хорошо. Побери меня с Аталией! Кстати, медали для недореспублик – это вообще фетиш какой-то. Шутка ли? Единицы дедов, дошедших до Берлина, имели столько наград, сколько висит на груди министра МЧС в Сеядырляндии. Кизяки, конечно, тоже не отстают. Там одних только полных кавалеров ордена сырка «Дружба» с пару тысяч точно имеется. Причем Луганская Народная настолько продвинутая республика, что у местного бати есть целый советник по кизякам. Ну, что, выкусили? А, Меркель, Трамп, нечего ответить. То-то же. Или, может, в вашем захолустье есть такие самородки, как «Рома-разум» с позывным «Смотровая щель». Ах, смотровую щель, такое небо смотрится, такой хороший день, а умирать не хочется. Так вот, господин «Щель» прямо под слив республик презентовал свежий хит про миллионы русских. Сопли пузырями надулись от Луганска до Ростова. Нас миллионы русских, со нами вся Россия. Говорят строки о русских, которых невозможно убить. Нас миллионы русских, Убить нас невозможно. Громче всех подпевал Моторола. Но эта информация не правит. Нас не сломать. А вот о чем точно можно говорить, так это о том, что помимо песенных талантов славится святая Луганда и шоу двойников. Леониду Пасечнику показывают выставку техники. Увидев эти кадры суро-патриотической акции в Луганске, вся наша база НАТО от неожиданности вискариком поперхнулась. Игорёха! Колыван! Да ты ли это? А ну давай тест, как приготовить мороженое в домашних условиях. Берётся пол-литра молока, банка сгущёнки, ну и если там по желанию одно или два яйца, всё это взбивается и на минус 40 выкидывается. Вот вам мороженое. А не сухое. А как правильно продавать кур? Вам сказать себестоимость? Куда деваются все патрошка, куда деваются огузки? Какие стада бороздят просторы святой Луганды? По республике не наблюдаю я тут тучных стад, говядины пасущихся на наших бескрайних воздорах. Тучные стада! Верно, Игорёха, верно! Ты всё отлично знаешь. Не то что свеженький двойник. Стоит рядом с пасечником и рот открыть не может. Он, поди, и свинью от сигареты не отличит. Понимаете, свиньи – это, в конце концов, не сигареты. Они хотя бы хрюкают, когда их везут. А вот что помимо шоу двойников бросалось в глаза, так это о попытке затянуть местных детей обратно в совок. Клятвы, значки, красные береты уже на пацанов нацепили. Дай бог, чтоб скорее Москва чудо-республики слила, потому что многое можно пережить. А вот детей жалко. Хотя местные зомбоканалы в слив по-прежнему не верят, списывая всё на украинское ИПСО. Мелкие провокаторы и штатные сотрудники украинских СИПСО заводят старую песню «Донбасс с Лили». Ну да, сейчас мы вам одну завербованную сотрудницу покажем. Причём в гостях у российского ТВ. Да, это правда так, потому что мы три года добивались этого. Кто не знает, это, прости господи, министр по делам Абхазии, Южной Осетии и ЛНР. Короче, чё-то вроде министра иностранных дел в Сиадырляндии. Главе МИД самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Натальи Неконуровой. Так вот, тётя на прямой вопрос о возвращении в Украину уже даже не пытается визжать, вы всё врёте. То есть о Новороссии речи вообще не идёт. И о республиках тоже. Если этот документ будет выполнен точно, буквально, без всяких дополнительных прочтений, альтернативных прочтений, как это любит делать Украина, на самом деле Донбасс будет особой территорией. Территорией с особым статусом. Опять-таки, что в Донецке, что в Луганске, особо замазанная публика всё очень хорошо понимает. И включает режим двойной памперс. Это когда явно перепуганные люди, чтобы успокоить себя, начинают хорохориться и сыпать угрозами. Поодиночке просто обезглавить там Белецких и всех остальных. О, видали ниндзя-чебураши? Собрались опасные украинских националистов ликвидировать. Их нужно ликвидировать всех. Причём тётя Майя ещё на полшишки. Ну, в смысле, садить предлагала. Посадить хотя бы. Но товарищ депутат в студии был непреклонен. И как здесь не вспомнить, что уже был один такой опасный парень, обещавший уничтожать украинские города. Каждый год после Донецкой Народной Республики, я думаю, у нас будет, когда будем захватывать дальше. Такие. Я буду ранять с землёй. И где он-то переча? Вот чё он думает про формулу Штайнмайера. А то такой борзый был, а сейчас будто воды в рот набрал. Хотя это вряд ли. Но разве что после дождя. Нигде меня нет. Это, как говорится, последнее воздыхание. А пока одни угрожали, в славном министерстве галлюцинации Новороссии ребята привычно забыли договориться, чтобы врать одинаково. На канале РЕН-ТВ, употребив спайсы, истерили о фашистах, которые тянут технику к передовой. Но вместо подготовки к отводу войск, украинские войска, наоборот, стягивают технику. Клини разграничения. Подтягиваются и украинские радикалы. Бася, приняв грибов, напротив, катался по ушам бабушек, что танки с карателями летят на Киев. В срочном порядке боевиками Айдара и Азова с использованием волонтеров выводятся оружие и боеприпасы из зоны оккупационных сил. Так отводят или подводят, а, зайцы? Вы уже определитесь, как? Впрочем, местные пропагандисты никогда не заморачивались над синхронизацией версий. Главное, набрасывать побольше да пострашнее. Узи голубя мира, ястребиные когти войны. Причем именно по вот таким персонажам хорошо заметно, что антиазверин в Москве подошел к концу. Меня утешает только одно. Остаток своих дней мрази проведете за решеткой, если раньше не подохнете. Вы нелюди, вы убийцы и мерзкие твари. Короче, хунта зверствовала везде и во всем. А смешной дядька из Луганска героически побеждал фашистов ртом. Возьмись, где будет. Обязательно. А пока будьте прокляты. И мы даже не будем пересказывать все свежие байки. За исключением, пожалуй, одной совсем не смешной истории. Никогда такого не было и вот опять. Напрочь упоротые пропагандисты снова решили сеять ненависть над детской кровью. Дети, которые на этой неделе пострадали от взрыва гранаты, тоже нашли нацистский схрон. Украинские боевики оставили. Летом 2014-го. Чтобы вы понимали уровень дна. В поселке, который находится в тылу, случилась страшная трагедия. Пятеро школьников, играя случайно, взорвали одну из гранат. Местные дети нашли гранату и потянули за чеку. В итоге тяжелейшие травмы, хотя, слава богу, что все живы. Впереди длительные курсы реабилитации, но сейчас жизни детей уже ничего не угрожает. Казалось бы, при чем здесь Украина? Но не могли же упоротыши упустить такую чудесную возможность обмазать всех детской кровью. ВСУшники, эти дети тоже регулярные войска. И вот уже выдается невероятная история. Оказывается, гранату дети нашли вовсе не потому, что ее посеял местный алкаш-уполчленец. Для республик это, кстати, дело привычное. Особо одаренные там по синей лавочке и автоматы теряют. Стояли бойцы Ходоковского года два лет назад. И в направлении магазина полоском автоматы потеряли у меня тут. Это все кровавая хунта. Еще хрен знает, когда устроила тайник, а дети нашли его и подорвались. Я у них спросила, что случилось. Они сказали, что взорвалась граната. Зачем потянули, я спросила, потому что думали, она не настоящая. Ну да, очень правдоподобно. Спецы не нашли, а вот дети отыскали. Но и другие боеприпасы из схрона почему-то не показали. Зато показали тетю-чиновницу в больнице. Чтобы убедиться, что детям оказана вся необходимая помощь, в больницу лично приехала министр здравоохранения. Главное детям восстановить здоровье. С другой стороны, делаем простой вывод. Кроме демонизации противника, им по-прежнему больше нечего предложить людям. Как ни пытаются, но на страхе и лозунгах ничего крепкого не построишь. Типичный карточный домик, который рухнет при первом порыве ветра. Возможно, даже северного. Эта неделя стала особенной, можно сказать, знаковой сразу для всех кремлевских пропагандистов. На курилках в Останке на это время называют неделей горящих язычков. На Украине обострился праздник непослушания. Украина попала в шторм и, похоже, совсем потеряла курс. И на первый взгляд все было так же, как и прежде. Новости о огромной стране по-прежнему начинаются, например, с подорожания картошки и лука у хохлов. Лук и картошку в страну, когда-то бывшую, житницы всего Союза привозят из Европы. И в этом году привезли на 30% больше, чем в прошлом. Городские сумасшедшие в студиях все так же заняты карателями и фашистами. Украинскими карателями. Артем, эти люди фашисты. Гитлер бы просто захлебнулся от восторга. И также показательно негодуют. Мол, что это укропы не хотят считать нас братьями? По-прежнему считаем украинский народ братским, что вызывает, как я понимаю, дикую ненависть у тех же самых националистов, кричащих, никакие мы не братья. И вообще оставьте нас в покое. Не дождетесь. Но вот, знаете, смотришь на это все и понимаешь, не, ребят, что-то не то, фальшивите. Нет былого задора, градус не тот, что обычно. А все дело в том, что голова у пацанов совсем иным занята. Ну а как иначе? Любимый кормилец изволит именины справлять. Президентство исполнилось 67. Давайте мы его тоже поздравим. Владимир Владимирович, с днём рождения, от всей души. Здоровья и всего самого наилучшего. Куда ни плюнь, везде радости, веселья. Дети флэш-мобы устраивают. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Половозрелые особи в честь самодержцев в пляс спускаются. Да что там, даже Эрнест Ромодолович Макаренко в честь такого события запел. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. А в братской импортозамещённой Южной Осетией фамилией царя целую улицу назвали. С сегодняшнего дня одна из основных улиц столицы будет носить имя президента Российской Федерации Владимира Путина. И это, знаете, очень опасная штука. Не дай божа, в той же Дырляндии поймут, что так можно было, и будет второй троллейбус по улице Пушилина кататься. А улицу возле Негробанка того гляди переулком Бенеса Айо нарекут. В общем, по старой российской традиции, в начале октября у пропагандистов начинает повышаться температура языка. Он увеличивается в размерах, и это понятно. Оплошать нельзя. Хоть тушкой, хоть кроликом, но лизнуть нужно не хуже, чем другие. Решите лизнуть. И вот выстраиваться череда лизущих. Креативнее всех, как нам кажется, к задачке подошёл некий Соловьёв. Ход был действительно нестандартным. Для демонстрации верноподданничества вечерний мудозвон использовал даже скандал. Ты мразь! Ты мразь за кого? Ты! Если кратко, то в эфире одной из радиостанций слушатель вполне заслуженно назвал Соловьёва путинским лакеем. То, что случилось дальше, смотрите сами. Не позорь, Татарстан, мразь! Лакей путюной. Ты-то чей? И чем больше вечерний мудозвон визжал, оскорбляя слушателей и угрожая сдать его силовикам... Отдам твой телефон проверять таких, как ты надо. ...тем сложнее было отделаться от ощущения, что он получает какое-то болезненное удовольствие, унижаясь и восхваляя Путина. Мол, кто лакей Путина? Я лакей Путина? Да я вообще не лакей, просто Путин. Это титан, кормилец, светоч наших очей. Короче, то ли заглатывал, то ли заныривал аж до царских почек. А вот кому в преддверии всенародного дня облизывания Путина не повезло, так это славный чете Скобеевых. Представляете, как все обернулось? На шестом году войны дорогой именинник вдруг взбрыкнул и озаботился очернением Украины на федеральных каналах. В своей речи Владимир Путин затронул и украинскую тему. Он заявил, что российские СМИ занимаются очернением Украины. Он-то, бедолага, отношения к этому не имеет, да и вообще только узнал и сам в шоке. А вот это вот все, это, конечно, чистое самоуправство. Украинцы достались! Я не знаю, что они курят на Украине, но лечить придется всех. Признаки деградации, безвластия и хаоса Украина являла на этой неделе каждый день. Украина! Украина в обществе! Украина враждебная России государства! Это наши враги! В Украине процветает ненависть, ложь, воровство и убийство! Да и что он мог сделать? Ну вот позвонил бы Путин на канал «Россия». Да его б там никто и слушать не стал! Пресс-то в России независимая! Ага! Ну а если серьезно, то все это очень напоминало директора публичного дома, который вдруг обеспокоился обилием секса вокруг. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. И это при том, что фрикции никто и не прекращал. В том числе и упомянутый отчета Скобеевых, принявшая слова президента на Олюшкину грудь. Тут же ответила наша коллега, телеведущая Ольга Скобеева в своем телеграм-канале. Она написала, что журналисты специально никогда этого не делают. Станиславский из того света во все горло кричал «не верю», глядя на этот дешевый спектакль. Но Путин к тому моменту уже обо всем забыл. А все потому, что перед днем рождения решил, так сказать, слиться с природой, уединившись в тайге. Пресс-служба Кремля сегодня распространила видеокадры об отдыхе Владимира Путина в горах на берегах Енисея. Ну как уединиться? Покорять дикие места с царем поехал и Шойгу. Но здесь проблем нет. Мужики, ну как Петров с Башировым, поехали, ну то-се. Рыбалочка, тишина, пивка взяли. Ну, в общем, все как полагается. Но не в этом случае. Вместе с Сергеем Шойгу президент гулял по горным склонам, наслаждался сибирской природой и осенним лесом. Мало того, что чисто внешне Путин напоминал Донателло, так еще и типа единение с природой проходило в компании хреновой тучи левых людей. То есть идет человек по лесу, грибы вроде как ищет, а рядом пасется табун с камерами. Просто послушайте это клацанье фотоаппарата. Но это же еще не все. Рядом с фотографами бегут то ли егери, то ли солдатики. Вон они на привале уединенному царю похлебку стряпают. Пикник почти на самой вершине у векового дерева. Котелок на огне, раскладные стулья и стол, чай с термосов. Ну и опять-таки, какое же уединение без болтливого оператора? А сзади ваш покорили. Мужик то ли переволновался, то ли в честь командировки Лешку тяпнул и принялся задалбывать уединенного Путина по поводу ИБС. В итоге широко анонсируемое федеральными каналами уединение Путина в тайге превратилось в стандартный выпуск Севкат ТВ. Короче, фотографы, операторы, журналисты, гример, военные, болтливый оператор, снайперы на соснах, ФСБшники по кустам, медведей, связанных держали. Вот что значит уединение и отдых в глуши. Мы выше блоков забрали. Ну а закончилось все на криминально-романтической ноте. У всех челюсти отвисли, когда Шуйгу ни с того ни с сего, прямо у ног царя принялся откапывать цветущий кустик. На одном из привалов глава Минобороны решил даже выкопать куст Брусники, чтобы посадить его в Подмосковье. Ну сейчас обычная гора закончится и горбатая начнется. Подумалось в эту минуту. И шишечка в центре. И шишечка сверху. Но нет, пацаны решили выбрать дорожку криминала, а не любви. Иначе чем еще объяснить вот эту фразу Путину? На дачу посадишь. Э-э-э, минуточку. Что значит на дачу? А, разбойники? А как же закон о валежнике и расхищении природных биоресурсов? Сбор валежника в России пока под запретом. От этого страдают и люди, и леса. Причем тут сам варим убежать. Селян за три хворостины штрафуют, а тут пацаны по беспределу пошли. Извольте подержать до завтра, я часть тайги на дачу заберу. Я вам двигаю. Довести эту историю. Ведь что можно боярам, то холопам ни-ни. И знаете, в этом всем нет ничего нового. Чисто русская ментальность. Ведь если россиян 20 лет унижают, и они молча терпят, то может им это просто нравится? Когда некоторое время назад мы делали сюжет о всероссийской свалке, в которую путинские бояре собирались превратить Архангельскую область... Под свалку на станции Шиес планируется занять участок в 3000 гектар. Это 30 квадратных километров. Оттуда стекают все речки. Мы посмотрели десятки сюжетов о жизни русского севера. Того самого севера, который регулярно воспевают федеральные каналы. Покормить оленей и пережить сильный мороз. Русский север становится центром притяжения для туристов из Азии. Диксон – удивительное место для талантливых людей. Этот город долго был зоной романтики и свободы. Того самого севера, чьи природные богатства кормят, если не всю Россию, то большую ее часть. Северная территория России – важнейший потенциальный источник ресурса, в первую очередь нефтегазово. И вы знаете, первое впечатление было таким. Путину очень повезло с народом. Человек живет надеждой на улучшение, и самое главное, что на нужность. Что он нужен стране, нужен своему поселку. Пока по телевизору который год подряд пытаются не только строить русский мир в других странах, но и с пафосом раздавать паспорта с двухглавым орлом. Миллионы россиян и в Архангельской области, и в Красноярском крае, куда относительно недавно присоединили весь Таймыр, не то чтобы с трудом сводят концы с концами. Нет, они просто пытаются выжить в условиях, когда цари-бояре тупо забили на них и их проблемы. Ниже, 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 ниже. Нам только по ящику труд, что О-О-О, Арктика. Нефть, газ, алмазы, лес, рыба. Все есть, а живем хуже всех. Это, например, знаменитый поселок Диксон. Крайняя северная точка России. Когда-то здесь бурлила жизнь. Сюда съезжались работать со всего Союза. Северная надбавка в зарплате и перспективы в развитии региона. Здесь проживало более 5000 человек. И попасть на Диксон было не так-то просто. Работа здесь считалась престижным. Здесь был рай божий. Через Диксон проходил Северный морской путь. Кратчайший маршрут из Азии к европейским портам. История Диксона всегда была связана с развитием Северного морского пути. А Северный путь самым коротким от азиатских портов в Европу. Но все мечты переселенцев после развала Союза лопнули словно мыльный пузырь. И если в 90-е Диксон еще дрейфовал, так сказать, на старых запасах, то с приходом Путина уверенно пошел ко дну. Сегодня на острове мертвый город. Оставшиеся семьи вывезли на материк. Местные давно привыкли к тому, что сверхдержава строится где-то в параллельных телевизионных мирах. Это там круглыми сутками встают с колен. Это там экономика растет, а безработица исчезает. А еще там инвестиции, а главное перспективы. Российскую Арктику ждет новое будущее. Строятся новые порты и создаются энергетические мощности. Регион нужно сделать удобным и привлекательным для северян, туристов и инвесторов. А вот вне телевизора реальность совсем иная. Проиллюстрировать ее можно, например, в ценах. И не надо колбасы, сыра или мяса. Возьмите самое простое – картошку. По цене в 140 рублей, если грубо считать, это 65 гривен. Сейчас килограмм картошки в магазине стоит 140 рублей, а килограмм мандаринов – 240 рублей. Ребят, это цена не за мешок, за килограмм. А ежели хотите не картохи жареной, а яблочками детей порадовать, то извольте выложить 270 деревянных. Приблизительно 130 гривен за килограмм яблок. Нормальная такая сверхдержава. Америка буржуйская отдыхает. Но знаете, что самое интересное? Эти космические цены были сняты в сезон, когда товары на Диксон можно доставить судами. Цены в магазине, признает сама продавец, кусаются, особенно зимой. В летнюю навигацию, говорит, еще сносно. А вот осенью и зимой космические цены из серии 140 рублей за килограмм картошки превращаются во что-то совсем нереальное. Ведь из-за дорогой транспортировки ко всем ценам добавляется 200 рублей. Зимой, когда доставка будет вестись авиацией, цена на весь товар вырастет рублей на 200-250. Тут, наверное, кто-то скажет, ну-ка, кастрюли, теперь о северных зарплатах для баланса расскажите. Там по делюде в деньгах купаются, им яблоки даже по косарю не проблема. Нет, ребят, проблема. Работы не только на Диксоне, но и во всем регионе толком нет. По факту остались лишь бюджетные варианты. Бюджетные во всех смыслах этого слова. Почти все диксончане работают либо в сфере ЖКХ, либо в бюджетных организациях. Зарплаты сопоставимы с зарплатами на материке, а цены в разы больше. 23 тысячи рублей – это чуть больше 11 тысяч гривен. В местных ценах это около 80 килограмм яблок. Как говорится, сверхдержава на марше. А ведь сыну еще 11 класс, заканчивайте поступать в институт. Помимо цен кусаются и коммунальные услуги, причем зачастую доходят до смешного. Люди включают телевизор, а там эксперты в московских студиях спорят о размере платежек в Украине. Тарифы подорожали на 15% и еще плюс 29 вырастают тарифы с мая. Платите больше, чем все в Европе. Посмотрев горячие споры о трудной жизни хохлов, жители российского севера ложатся спать. А утром идут отдавать за коммуналку большую часть зарплаты. Ежемесячная плата за однокомнатную квартиру в поселке составляет от 7 до 8 тысяч рублей. 15 тысяч рублей за трешку при зарплате в 23 тысячи. А трехкомнатная обойдется собственнику примерно в 15 тысяч. И что важно, отопительный сезон на Крайнем Севере. Круглый год. То есть нет лета, когда можно расслабиться. Доставать большую часть зарплаты на коммуналку нужно круглый год. Из-за круглогодичного отопления поселка высоки цены и на коммунальные услуги. Такая чудесная жизнь и массовое процветание привели к тому, что из 5 тысяч жителей на Диксоне осталось лишь 300 человек. И еще четверть века назад здесь жили более 5 тысяч человек. Сегодня остались 300. Сегодня на острове мертвый город. Жизнь этих людей могли бы изменить инвестиции. Одна лишь реконструкция порта дала бы сотни рабочих мест. Но так уж устроена путинская Россия, что показуха всегда побеждает реальные дела. Там пафосно строят Крымский мост. Мол, смотрите все на Великую Россию. Самый протяженный мост в России и Европе через Керченский пролив. Построили, да еще и за рекордные сроки. Им потратили почти 300 миллиардов рублей. А в это время в Архангельске люди часами переходят Северную Двину по вот такому супер мосту. Для людей, которые там живут, вот эти переправы, это, ну, как блокады, у меня не грани дорога. Причем, если проезжает корабль, ждать приходится по полтора часа, пока лед снова подмерзнет. Все стоят и ждут, пока корабль пройдет. И деревянный мостик снова поставят на место. Оно и понятно. Холопы в глубинке не Крым. На них пиар не сделаешь. Вот и на уже упомянутом Диксоне с космическими ценами и безработицей путинские бояре решили построить что? В жизни не угадайте. Набережную. Последней каплей стал многомиллионный проект реконструкции местной набережной. Это какой-то сюр. Люди реально выживают в нищете и разрухе, а деньги идут на набережную. Для 300 последних обитателей Диксона набережная – это же просто самая необходимая вещь. Жители поселка сталкиваются с массой проблем, но на их решение денег нет, а на набережную есть. Но знаете, в чем многоходовка? Они же в реальности строят ее не для местных. Нет. Расчет на экипажи, проплывающих мимо иностранных судов, которые издалека должны увидеть красивую набережную и офигеть, как богато живет Россия. Главное, что это с моря можно было сфотографировать. Понимаете теперь всю степень цинизма? Вот почему мы говорим, что Кремль строит русский мир исключительно на экспорт. Не стоит задача сделать жизнь своих лучше. Путин и компания заняты оболваниванием иностранцев. Или какой пароход походит, показатель. Вот смотрите, как красиво сделано. Вот почему деньги на набережную в Диксоне есть, а порт гниет в руинах. В советские годы в порту Диксона стояли одновременно до нескольких десятков судов. Теперь сюда раз в две недели приходит транспортник из Дудинки. Вот почему на острове, где раньше шел, например, рыбный промысел, сейчас осталась лишь метеостанция. Единственные на сегодняшний день жители острова Диксон – это работники метеостанции. И так по всему Таймыру, богатейшему региону, где один Норильск. Пятерки самых крупных налогоплательщиков России. Деньги уходят в Красноярск и Москву. Местным предлагают смотреть телевизор и черпать богатство оттуда. Северяне, алярм, там у хохлов опять все, не слава богу. На Украине и вокруг Украины. Крах Украины. Украины. На Украине. Украине. Тем временем из Диксона собирается уезжать очередная партия жителей. Проще вот так вот создавать неимоверные условия жизни. И потянет конечко, человек сам отсюда начнет уезжать. И нет надежды на то, что ты приедешь и будет лучше. Так уж сложилось, что царь и бояре строят русский мир где угодно, кроме самой России. Сверх, где ржава на экспорт, строится на слезах и горе именно этих людей. Дать согласие президенту Российской Федерации на использование вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины. Некоторое время назад это видео всего за один день стало одним из самых популярных в России. От Москвы до самых до окраин пронесся ликующий гул ура патриотического угара. Шутка ли? Совет Федерации наконец-то одобрил сценарий наказания ненавистных хохлов. Российское руководство приняло важное решение, которое призвано защитить наших соотечественников. Совет Федерации дал согласие на использование вооруженных сил России на территории Украины. Большая часть страны, насмотревшись телевизора, была свято уверена, что их это не коснется. А потому радовались все. И газпромовские топы в Оренбурге, и хозяйки турфирмы в Ростове, и простые работяги в Карелии. Вы выступаете за обведение наших войск? Да, да, да. Поддерживаете войск? Конечно. А как? За то, что вы защитили наших русских людей. Рейтинг Путина после ввода зеленых человечков и аннексии Крыма вырос до рекордных цифр. Уровень народной поддержки Владимира Путина находится на пике максимальных значений. А небольшая часть общества, те, кто, сохранив здравость рассудка, был категорически против аннексии и предупреждал о последствиях для каждого россиянина, при помощи того же телевизора определили в национал предателей. Этот марш уже назвали маршем предателей. Вот же гады! Госдепу за печеньки продались! Расширение империи им не нравится! Приблизительно так говорили по всей России. Это называется предательство. Всех там подкупил деньгами! Благов надо уничтожать! Когда загорелся Донбасс, уропатриотический угар разгорелся с новой силой. Ничего не изменилось и когда Украину обстреливали прямо с российской территории. Вот так вот весело в городе Гуково, ребята! И вот здесь важнейший момент. Уже тогда было понятно, насколько Путину плевать на всех. Не только на украинцев, но и на россиян. На своих же граждан России, проживающих в приграничных областях. И вот бы после вот такого на них ответка полетела. Ведь Украина не просто могла, а имела полное право отвечать на агрессию. Но уподобляться России и воевать с мирным населением, крыть артиллерии в ответ украинцы не стали. Но на тот момент руссияне так ничего и не поняли. Там хаос, там враждующие группировки, там гибнут люди. Это надо прекратить. И Россия, я считаю, должна принять активнейшее участие в этом. Как ничего не поняли и после 26 мая, когда в сторону России через границу проехали рефрижераторы с полсотней гробов погибших россиян. Гробы с погибшими российскими солдатами сейчас идут через Херсонскую область и наполняют морги Крыма. Те, что ближе к границе, едут в Ростовскую область. То, что цена побед по телевизору измеряется именно в гробах, очень скоро узнали и в семьях кадровых российских военных. Причем матери до последнего не знали, где реально находятся их дети. И зачастую, лишь получив похоронку, начинали понимать страшную правду. Грамм телевизор показывает, а мы сидим, как лохи, внутрозинули двери. Но и тогда прозрения нации не случилось. Они продолжали оправдывать Путина. Готовы были поверить, что убитая горем мать у могилы сына – это фотошоп. Что на Донбассе воюют шахтеры и трактористы. Что танки и арту они нашли в шахтах. Ведь никакой же российской армии в Украине нету. Уважаемый Владимир Владимирович, вы говорили, что российские солдаты туда водиться не будут никогда. А теперь вопрос к семьям погибших российских солдат. Ребят, ну вы же понимаете, как цинично врут федеральные каналы. Российские войска на территории Украины не входили. И не въезжали, а также они туда не влетали. Вы понимаете, что за каждой улыбочкой пропагандистов стоит чья-то оборванная жизнь. Дети без отца и горюющая мать. И там он и погиб 21 июля 14-го года, когда малышечке только 4,5 месяца исполнилось. Синий год, и вот уже 5 лет будет, у меня душа разорвана в плоти. И это мы добровольцев не считаем. Тех, кто бросил все, работу, дом, семью и уехал воевать, наслушавшись страшилок о распятых мальчиках. 36-летний Павел несколько месяцев скрывал от родителей, где находится. Говорил, уехал в другой город на заработки. Очень долго смотрел по эти вот по новостям, вот такие все ужасы. Чем заканчиваются такие истории, лучше всего понятно, если посмотреть региональные телеканалы. Павел Сыстеров стал пятым липецким добровольцем, который погиб под Донецком. На Украине убит доброволец из Назарова. На Уральске сегодня похоронили солдата, погибшего на юго-востоке Украины. Похоронки, похоронки, похоронки. То есть из Москвы на войну зазывают громко и с пафосом. А хоронят вот так, позорно, по-тихому, чтобы вдруг никто не осознал реальную цену войны. Выкачь, паха. Снимай, паха. Паха, ну, включи. Паха, ну, поймем, паха. Так уж повелось в России, что раззомбирование происходит только через боль, горе и слезы конкретной семьи и конкретного человека. Мне так не хватает моего сына. Это была и гордость моя, и защита, и опора. История с санкциями, кстати, тоже очень показательна с точки зрения изучения пропаганды. Ведь московский телевизор в лучших традициях Геббельса пытается выдать любое поражение за победу. Вообще эти санкции очень полезны. Стратегически от этих санкций, я думаю, что мы очень серьезно выиграем. Сейчас эти сюжеты очень интересно пересматривать. Первые месяцы после санкций. Тяжелый удар по экономике России, на который федеральные каналы реагируют целой волной шуток. Самое худшее, что могло бы сейчас случиться с Россией, это отмена западных санкций. Искандеры смеются, а от санкций только лучше. На нас чем больше давишь, тем мы, как это, крепчаем и только мобилизуемся. И вот буквально на фоне этого всего бизнес, который годами жил на дешевых кредитах, полученных в западных банках, внезапно понимает – все, санкции, лавочка закрыта. Турфирмы, например, упали сразу. Десятки тысяч человек оказались на улице. В результате банкротства двух крупнейших туроператоров страны пострадали десятки тысяч человек. В случившемся турфирмы и россияне винят неблагоприятное политическое и экономическое положение страны. Дальше падение цены на нефть, сокращение добычи и, главное, запрет на высокотехнологическую продукцию из других стран. США, Евросоюз, Япония и Канада ввели новые санкции в отношении России. Под новый запрет попала высокотехнологичная продукция двойного назначения. А ведь Россия при Путине жила исключительно за счет того, что выкачивала из земли. То есть что добыли и продали, то и скушали. И вот уже не так весело и в Якутске, и на Ямале. И самое важное – целые страны стали искать альтернативу российской нефти и газу. По сути, западный мир подписал окончательный бракоразводный процесс с «Газпромом». Это, кстати, отличный пример. Даже недавние союзники в новых условиях сделали ставку на более дешевое предложение. Тот же Китай перешел на туркменский газ, оставив под большим вопросом будущее дорогущей силы Сибири. Туркменистан почти на 20% увеличил поставки газа в Китай. И тут бы Путину направить всерезировано поддержание благосостояния граждан России. Но нет, россияне потерпят, поголодают, ничего с ними не станется. А стране лицо держать нужно. Что на выходе? В самый разгар санкций они тратят миллиарды на Крымский мост. Причем просто забирают их из бюджетов других регионов. Стоимость проекта составила 228,3 миллиарда рублей. А вот так выглядит переправа через рек Лена в Якутии. Деньги на мост, который должен был соединять Якутск с поселком Нижний, в Бестях ушли на строительство Крымского моста. Кремль затеял войну, оплатит народ. И за новую войну тоже заплатит уже в Сирии. Ну а почему нет? Агрессию в Украине проглотили, значит и Сирию проглотят. Россия вложит 850 миллионов евро в восстановление сирийской инфраструктуры. Соглашения уже подписаны. Почти 20 миллионов долларов в 2017-м получила Сирия. Еще 20,5 миллионов долларов Россия выделила Сирии в рамках двусторонней помощи. Итого 40 миллионов долларов. И таки да, проглотили. Это видно из пенсионной реформы, которую тоже, как вы понимаете, не просто так именно сейчас провели. Дожить до пенсии. Похоже, скоро это станет под силу немногим. Работать придется долго и много. Возможно, до гробовой доски. Потому как еще в том же 2013 году деньги у страны были. Да что там, даже запасы имелись. Но всего одна путинская многоходовка в Украине, и резервный фонд накрылся тазом. Официально прекратил свое существование резервный фонд России. Фонд был полностью потрачен в декабре 2017 года. А когда тянуть деньги стало уже неоткуда, пришлось раздевать пенсионеров. Еще раз, пенсионеров, а не членов кооператива «Озеро» или «Друзей олигархов». Тех, напротив, правительство изо всех сил спасает от санкций. Вот, например, запретили «Русалу» торговать в США. «Русалы» и «Н-Плюс Групп» были включены в санкционный список США. Из-за этого возникли проблемы со сбытом российского алюминия не только в Соединенных Штатах, но и на других рынках. Как бинго! В России неожиданно разрешают делать алюминиевую проводку. И ничего, что пожароопасно. Главное, чтобы друг Дерипаска мог новые яхты себе купить. Алюминиевая проводка вновь вернется в дома россиян. Как узнали журналисты «Известия», инициативу уже подтвердил Минстрой. И вот в таких примерах, как в зеркале, видна вся гниль путинской России. Где за авантюры кремлевского диктатора расплачиваются простые люди. Разрушенными судьбами, жизнями своих близких и будущим своих детей. Ведь россияне еще долго будут расхлебывать последствия агрессии Путина против Украины. Что ж, мои хатайки? В России есть такой грех. Все же видели, с каким пафосом на федеральных каналах подают сюжетики о выдаче российских паспортов жителям Донецка и Луганска. Причем на словах намерения красивее некуда. Россия на неделе приняла историческое решение для Донбасса. Решение, которого ждали 5 лет. Москва предоставит жителям ЛНР и ДНР возможность оформить российские паспорта. В России, таким образом, граждан ДНР и ЛНР принимают к себе в полноценное гражданство со всеми правами. Но на деле все очень цинично. Паспорта без прописки в России. Это не пенсии и не пособия. Нет. Прописка еще должна быть. Нам же важно, чтобы человек получал какие-то социальные гарантии. Это вопрос, который должен... Это несколько миллионов трудовых мигрантов, которые теперь могут выехать в Россию из разрушенного войной региона. И, естественно, они будут готовы работать за куда меньшее деньги, чем житель того же Ростова или Липецка. Ведь жить как-то надо. Нужно кормить детей, высылать в тот же Донецк деньги. Они смогут работать у нас в стране, и больше никто не сможет говорить, что нам нужны трудовые ресурсы из Средней Азии. То есть рабочих мест для граждан России останется еще меньше. Ну какой смысл владельцу бизнеса брать на работу того же Ростовчанина, если человек из Донецка с российским паспортом согласится сделать ровно то же, но вдвое дешевле? Многие жители ДНР и ЛНР с радостью приедут работать в Москву и Петербург. И вот здесь и возникает главный вопрос. А стоила ли игра свеч? Стоило ли так радоваться Крыму? Лезть с армией на Донбасс? Могли бы жить в мире, развивать экономику, вкладывать деньги в благосостояние россиян, а не в снаряды и в войну? Министерство обороны начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Сразу шесть новейших российских разработок в области ядерного оружия. Аналогов в мире нет, а у нас такое оружие есть. Так, чтобы не раздевать потом своих стариков, чтобы прокормить новых марионеток, так, чтобы матери не хоронили детей под красивой речи из телевизора. Если сейчас, слушая примирительные речи Путина о братском народе, вы думаете, что худшее уже позади и можно расслабиться, мы вас огорчим. Недавние слова Шойгу четко дают понять, что Кремль по-прежнему готовится к масштабной войне на уничтожение Украины, жалея, что не сделал это раньше. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше. Понимают ли жители приграничных регионов России, какая ему готова научись в случае реализации этих планов? Что и они, и их дети будут очередной разменной монетой в играх Кремля? Что их населенные пункты просто сотрут с лица земли? Не верите? Напомнить, как это было в Чечне? Нам говорили, будут бомбить нас гуманно. Нас так гуманно бомбили, что 30 бомбов в наш дом попало. Понимают ли россияне, что значит мобилизация, когда в кровавую мясорубку бросают срочников почти детей? Да, так уже было в Чечне. Наверное, эти российские мальчики, Коля, Витя, Сережа, Юра, числились в воинских сводках без вести пропавших. Но они все здесь. Осознают ли россияне, что их детей не просто так готовят к войне? Что они для Кремля тот самый мобилизационный людской ресурс? Ведь России нужны солдаты, пушечное мясо, готовые без заминки выполнять все требования правительства. Каким хочешь стать? Снайпером. Ура! 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 Помнят ли в России, что такое война? Понимают ли, что настоящая война – это не пафосная картинка пропагандистских роликов и не романтика из художественных фильмов? Война – это запах пота и мочи, кровь и грязь. Это боль, смерть и страдания. Это плачущая мать, бросающая горстки земли на могилу сына, отдавшего жизнь за кремлевского Адольфа Путина. Вы понимаете это, россияне? Вы точно этого хотите? Субтитры создавал DimaTorzok